Тому месту, когда мы не смогли проехать через Лайкваун, мы должны прийти к той постройке. Так, вон у нас ориентир, третий дом, а мы сейчас пойдем смотреть, что в той стороне по этой дороге. Сашка сказал, там есть выход, ворота, и, возможно, мы дойдем до той постройки, в которую не попали, когда мы прошлый год доходили. Ну вот ответ на наш вопрос. Здесь давно никто не ездил, раз она лежит. Но мне кажется, что вот эти дороги все появились недавно. Надо посмотреть записи свои от 2019 года. Это вот получается круговая дорога по периметру Оленевого острова. Если бы тут был асфальт, здесь бы можно было классно покататься на велосипеде. Но асфальта нет. Ну да, вот эти ворота рабочие. Ну а там есть еще дальше куда-то дорога? Или вы пошли вдоль забора? А, не, мне кажется, пойдемте посмотрим, вдруг мы и правда дойдем. Стоп. Я что-то не понял момента. Ага. Хера-то лысого. Нет? Конечно. А, карабинчик. Карабинчик. Извините, ребята, это мой проеб. А я уж хотел сказать, заварена калиточка-то. Слушай, я не могу одной рукой. Откройте кто-нибудь. И вот мы вышли из Оленевого острова. Серега, застегни карабинчик назад. Ну просто оберни вокруг этого. Чтоб, как говорится, все правильно было. Да этой палкой не особо так удобно. Так. Ну что, навстречу неизведанному, да? Мы предполагаем, что это болото. Туда вот оно уходит. По карте потом посмотрим, где это. И какой-то вот ручеек. Либо это река. Слушай, а это не эта река отсюда выходит? Которая... Помнишь, куда мы в церковь ездили? Ты говорил, не был. Как река у Сергеихи называется? Это вот не она отсюда начало берет? Печуга? Вот может это печуга? Но это наше предположение. Как в последнее время везде говорят, мы ничего не утверждаем. Это наше предположение. Ну, логично, что раз это возим, что из болота выходит, то и здесь, наверное, такой же эффект. Но этой дороге, Саша сказал, смотрел вчера по карте, на карте нет. Вот в реальности она есть, а на карте ее нету. Че, Серега, жарко? Наш старый конфедерат устал. Он надвинул кепку на глаза. Мы все, идем. Дорога так пока и не кончается. Сколько мы прошли, мы не знаем. В общем, нам еще пилить долго. Вышли на какую-то вырубку. Или что, мы не можем понять, чего это. Но похоже на вырубку. И она вот идет туда. Ну да, вон столб вырубки торчит. И вон второй. Сейчас я уже обнаружил. Ну ты как там, живой? Да. Вообще молодец. Пришли в тень. А то Серега замучился. Вон, сын Оль. Видишь, елка срубленная. Садись вон на нее. Рюкзак скидывай. Отдохнем чуть-чуть. В общем, где-то мы уже отворот примерно 3 километра. Вон, Серега. Вон, садись на то бревно. А что ты, спускайся. Чайку попьешь. Дорога раздваивается. Куда идти дальше, мы не знаем. Как быть? Че делать? Одна туда, другая туда. Оффлайн-карта ни хера не работает. Нет, слушай, ну реально. Мне вот сейчас очень интересно. Куда же нам топать-то? Так, давайте рассудим логически. Жесть. Ну че, есть какие мысли? Я так думаю, старая дорога в этом была. А это нужно новую сделать. Вот это значит идет с белого оврага. Да, с белого оврага, который идет. По-любому. Мы так думаем, что вон та с белого оврага. И нам тогда он туда. Ну, Серега, есть и хорошие новости. Смотри, там тень какая. В общем, ладно, мы пошли. Надеюсь, этот кадр удачный. Видишь, как дует кайфово. А где этот черт? Как-то жар под солнцем еще. Ну, че я тебе могу сказать. Где-то был. Вот это направление правильно. Там должно быть озеро. Должен быть дом с вертолетной площадкой. Может, тачка, может, охотничий дом, да? Делаем ставки. Но что-то там есть. Слушай, пойдем посмотрим, чего это. Главное, чтобы тут снайперов не было. Живой? Да, хотел предложить вот здесь посидеть. А здесь болото, смотри. Вот и посидел. Ну, вон, сейчас пойдем туда. Если есть сток сена, значит, где-то есть и домик. Логично же. Откуда вот они стрелять должны? А это че такое? Только не говорите, что это такой огромный муравейник, блин. Вот. Не, реально, отсюда выглядит как муравейник. Пруд копали. Пруд копали, да, вон, трубы. Так. Значит, мы уже к чему-то близко. Слушай, а может, это и есть вот этот белый овраг-кордон? Соли здесь оленякам нет. Оп. Как думаешь, че это за домик-клетка? Ну, лавочка-то есть. Но ее надо вытаскивать. Слушай, о, а вон и дом. Ну, че. Идем в дом. Он как раз в теньки. Мощно здесь, мощно. Не зря шли, хоть что-то интересное увидели. Двухэтажный. Да хер его знает, для кого эта клетка. Главное, чтоб тут не жили, как в фильме, поворот не туда. Какие-то такие. Сейчас такие к домику подойдем. А там с тесаком кто-нибудь. В общем, сейчас уедем. Так. Ты видишь, куда идти вообще за него? А вот здесь попробуем пройти. Такой домишко. Как говорится, избушка-избушка. Повернись к лесу передом. Ко мне задом. И немного. Блядь, не могу залезть. Наклонись. Слушайте. А здесь можно ночевать полноценно. Слышишь, Серега? Иди сюда. Иди полежи. Тут целый лежак. Вон, иди полежи, пока мы тут исследуем все. Вон, рюкзак под голову кинь. А что, здесь спать можно, смотри. Можно ночевать. Так. Это наш перископ. В общем, я думаю, я пока на второй этаж не полезу. Ты полезешь? Смотри. Крест. Да. Не, ну что, прикольно. На полу фалас. Фалас? Да. Вообще. Называется ковролин. Ну, нормально. Ну вот, есть где здесь заночевать, если что. Ну, я вообще, видно, будущее. Будем знать. Так что, дамы и господа, мы нашли еще одну хибару, где можно за оленем островом потусить. Здесь даже очень неплохо. Сами видите. И замученный Серега. Немец, это не смешно. Конечно, не смешно. А прикольно. Ну да, вот смотри. Вот сидишь, по-любому оленяка жрет. И ты в него хлоп. А кайф какой. Ты же не бегал за ним. Ничего. Смысл-то. Это все равно, что у детей конфеты отнимать, у маленьких, в песочнице. Либо стоять у банкомата, ждать пока кто-нибудь будет деньги снимать. Ну, то же самое. Да, да, да. В дыню хлоп у банкомата. Типа, я снял с банкомата деньги. Ты видел, что здесь масонские лилии на этой? На ковролине. Все, блин. Мы нашли убежище иллюминатов. Ну что, спускаться будешь? Спускаешь. Это, как его? Там надо отправлять как файлы, а ты, возможно, отправляешь как видео. И вот я что, беру твои видосы, я их на программу ляпаю, и они точками получаются почему-то. Оп. Ну что? О, не упал. Теречек упал. Давай я тебе его прямо сейчас передам, кунглитусу. Да хрен с ним, потом. Мы тут пока шли, Саша вспомнил, что куда уж мы шли. Здравствуйте. Да, ну ты говоришь, нет, где Серега играл в игру. А, в Зоозерии. А, да, в Зоозерии. Пойдем. И мы, короче... И мы, короче... Как игра называлась? Плагуинг. Вот. Я всем говорил, кто играет в эту игру. Ребята, перестаньте им помогать создавать п***ю по планете. Они запустят самый лучший сценарий. Что мы имеем уже полтора года почти. Хотя год, наверное, да? И три месяца. Вот. Мы имеем полный фэ. Как ты говоришь, теперь в этой игре стали правила? Нет, правила так-то и не изменились, но типа в честь... Решили добавить режим, где ты наоборот лекарство уже создаешь от ВИНС. А еще Костян живой был, про эту херню говорил. Блин, там, наверное, слышно, вообще ничего не будет. Просто никто ни хера не видел. Включай меня. А то скажут, что он, блядь, самый умный. Мы-то хотя бы догадываем. Ну что, идем дальше? Я думаю, мы полпути прошли. Я думаю, да. Я думаю, это не так. Мы не знаем, это не так. Субтитры сделал DimaTorzok